МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошая новость для любителей катания на коньках. Каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели. Ледовая площадка будет открыта до тех пор, пока в ночное время сохраняются минусовые температуры. В марте самарцы смогут обратиться в отделение социального фонда России в выходной день. Отделения службы с этого месяца будут работать каждую последнюю субботу. В марте это 30-е число. В учреждении отметили, что новый график будет удобен для работающих самарцев и позволит решить вопросы в выходной день. Прием посетителей с 8 до 14.00, а в муниципальных образованиях с 8 утра до 12 дня. Временное ограничение движения и тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах Самарской области вводится с 1 по 30 апреля. Об этом сообщили в правительстве региона. Приказ размещен на сайте Минтранса Самарской области. Ограничения связаны с охранностью дорог в период неблагоприятных природно-климатических условий. Запрет на передвижение коснется автомобилей, нагрузка на ось которых превышает 7 тонн. В Самарской области средняя заработная плата увеличилась на 20% и составила 74 тысячи рублей. Эти данные опубликовали на сайте Самара Стата. Как сообщили в ведомстве, ежемесячные доходы работников организации Самарской области резко повысились, ведь еще в ноябре 2023 года они не превышали в среднем 56 тысяч рублей. На этой неделе в Самарской области зима и весна вступят в поединок и будут побеждать друг друга с переменным успехом. В регионе по ночам сохранится морозная погода, а в дневное время зимний минус уступит весеннему теплу. Как сообщили в Приволжском УГМС, до середины недели местами возможен снегопад. В дальнейшем с ростом атмосферного давления становится малооблачная погода без осадков. Ночью останутся морозными, а в дневные часы под лучами весеннего солнца воздух будет прогреваться до положительных значений, отметили в погодном ведомстве. Избирательные участки, их в регионе 1767, 16 из которых временные, полностью готовы к выборам. Все помещения неоднократно проверяют на безопасность, противопожарную и антитеррористическую. Каждый участок брендирован и оборудован технологически. Часть помещения отремонтировали. По словам руководителя регионального избиркома, 954 помещения оборудованы средствами видеонаблюдения. На каждом участке установлены по две камеры, поскольку в обзор должны обязательно попадать определенные объекты. Ящики для голосования, сейфы для хранения документации и другие. На каждом избирательном участке назначены операторы видеонаблюдения, которые будут следить за ракурсами и обеспечивать работоспособность камер. На всех остальных участках будет применяться система видеофиксации. В случае нарушения или сомнений, всегда можно взять видеозапись и оценить, что произошло. Минтруд России объявил о запуске новой кампании. Для меня охрана труда – это. Ее цель – популяризировать вопрос охраны труда, повысить уровень осведомленности и понимания ее важности среди работников и работодателей. Кампании направлены на формирование культуры безопасности, где каждый осознает свою роль и обязанности в области охраны труда. Организатором выступает Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова